Сегодня в 11-м лицее прошло онлайн занятие для учителей от Натальи Литвиновой, финалиста конкурса среди учителей химии, внедряющих эффективные образовательные технологии. Своим коллегам через интернет она рассказывала о развитии критического мышления у детей. Сама же Наталья Михайловна вещала для учителей прямо из дома, ну а сейчас она гость нашей студии. Наталья Михайловна, добрый вечер. Добрый вечер. Вот технологии развития критического мышления, это вообще что? Для тех, кто услышал первый раз, наверняка задаются вопросом. Технология развития критического мышления – это новый вид технологий, которые применяют учителя на своих уроках. Это может применить любой учитель. Ну а чем принципиально отличается вот эта технология от обычной технологии проведения урока? Ну эта технология отличается принципиально от старой технологии, тем, что раньше учитель вел традиционный урок. И, например, на стадии, фронтальной стадии, вопрос задает какой-то ученику, и при этом может работать весь класс, может кто-то в это время смотреть в окно, то есть учителя не все дети под контролем. То есть учитель был главной фигурой, он не смог заинтересовать, ну еще в то, в советское время ученика. Вот поэтому сейчас вот эта технология не проходит по сторонам. Вот если вы используете на своем уроке, как выглядит это? Технологии развития критического мышления? Ну, например, так. Возьмем, например, тот же урок, который разработан по изучению нового материала. Это урок соли аммония. На этом уроке я ученикам показываю в виде фрагмента, например, разрыхлитель теста или Е503, где идет такая ремарка из Роспотребнадзора. Внимание, это отрицательно действует на здоровье, является канцерогеном. И у учеников начинается бурное обсуждение, а так ли это? То есть мы с детьми сами уже выдвигаем проблему и начинаем ее решать. Следующая стадия пошла, стадия осмысления. На этой стадии я им показываю, посмотрите, пока видеотекст, вот в медиатетраде напечатан, например, взрыв в Финляндии у посольства. И опять же, какое применялось там вещество. Запишите уравнение химической реакции, какие вещества получились. То есть дети пропускают через себя информацию, полученную средств в СМИ, и на стадии осмысления они записывают вот эти уравнения. Конечно же, это потом обсуждается в классе. Это ученики могут советоваться между собой, совещаться, работать в парах. По сути, это применение дополнительных каких-то предметов на уроки. Да, это применение дополнительных источников, медиаисточников. То есть это и видеофрагменты различные, и электроннообразовательные ресурсы можно применять на уроках. Но те же живые опыты, это уроки химии, от которых никто, конечно же, не отвлекается. Вот сегодня вы рассказывали об этом другим учителям и в интернете. Я так понимаю, что смотрели не только волгодонские учителя, но еще и учителя из других городов. Да, конечно, смотрели это учителя действительно из других городов. Это было онлайн-занятие. Я проводила это онлайн-занятие, а у меня в качестве стажеров были учителя из Соснового Бора, из города Железногорска и из Новоуральска. Наталья Михайловна, не могу не спросить, зачем тогда вам это нужно? Вы сами разработали свою технологию, но по ней бы и работали. Зачем рассказывать всем? Вы знаете, вообще мы делимся со всеми, и разработала эту технологию не я. Вдохновителем этой технологии была замечательная учительница у нас на курсах в прошлом году, Нечитайлова Елена Викторовна, учитель химии, Цемлянска, из лицея номер один. Это и она выиграла всероссийский конкурс учителей в 2008 году, и она напечатала свой труд в журнале «Методист» номер два за 2012 год. И по этой технологии вместе с ней стали сотрудничать и наши учителя Кондратенко Людмила Львовна, Надкерничная Елена Ивановна, Новикова Надежда Вячеславовна. То есть мы поддержали своего коллегу, потому что этот труд, который нам предоставила свой и показала уроки Елена Викторовна, Работало 19 учителей из 11 регионов нашей страны. Ну а мы все показываем на этих онлайн занятиях то, чему сами научились. И ведущий стажерской площадки приглашает в свой город. А вот приезжайте ко мне, вот посмотрите, как я провожу, а как лучше. То есть все педагоги работают над одной единственной целью, чтобы повысить качество образования. Вы сейчас принимаете участие в конкурсе, да, и, собственно, один из этапов участия в конкурсе, это было проведение вот этого занятия сегодня, да? Конкурс проводит школа Росатом. Я подала заявку и вышла в финал. В финал у нас вышло 12 человек, вот из 12, вернее, из разных мест вышли учителя. И сегодня мы проводили очное занятие. И 5 числа уже выйдет конечный результат этого занятия. Ну вот вы говорите финальный этап, что дальше? Вот вы провели занятие, что дальше сейчас? Ну а дальше за меня должны проголосовать по-путнему люди. Потому что, если как проголосовать... В финале сколько человек? В финале вот должны выбрать 3 человека только. Нас в финале 12 должны выбрать 3 человека. И вот из этих 3 оценивает жюри, это наша тема стажерской площадки оценивает, и по голосам, которые за нас отдадут жители нашего города или из других городов, кто смотрел вот эту стажерскую площадку. На каком сайте голосовать у нас? Сайт так и называется, Росатом. Туда входишь, регистрируешься, тебе на электронный ящик присылают пароль. И этот пароль вводишь, и там написано «Голосование». И голосование высвечивается. Там было очень много номинаций. Я принимала участие в номинации. Это внедрение эффективных технологий на уроках изучения химии. И слева там будет мой портрет, можно сказать так. И нажимаешь на кнопку, там включаешь видеоролик. И голос будет учитываться только тогда, если ты прослушал все 20 минут. Он практически 20 минут идет, этот видеоролик. И нажимаешь, там высвечивается кубик с цифрами, вводишь 4 цифры и нажимаешь. И написано будет «Спасибо, ваш голос учтен». Так что вот так. Ну, уважаемые телезрители, голосование проходит только сегодня и завтра, да, правильно? Да, да. Поэтому давайте поторопимся и проголосуем, поддержим Волгодончанку. Наталья Михайловна, спасибо вам, что пришли к нам в студию. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.